Наше раннее утро началось с творога и кефира. Мы покупаем местную продукцию здесь. Здесь обалденно вкусный кефир майкопский. И очень вкусный майкопский творог. Привет, наши дорогие подписчики! Привет! Вихаревы снова в пути! И сегодня мы держим путь из Адыгея, из Хаджоха, Краснодарский край, в сторону Горячего Ключа. Мы едем в Тантовое ущелье. Решили остановиться в лесочке в Дубовом по дороге в Дантовое ущелье и спить кофе. Смотрите, какой у нас крутой стол. На троих собрали. Да-да-да, на троих. Каждому свой персональный стол. Третьего у нас нет, поэтому мы будем пить кофе за троих. Сегодня такая крутая и классная погода. Солнце плюс 7 уже с утра. И вообще в лесу такая тишина. Вот такой звук смешной. Вот так вот путешественники-то кофе пьют на пеньках. Ребята, 2 марта. Смотрите, какие цветы. Круто! Все опушки вот в таких вот маленьких цветочках. Я не знаю, что это такое, но вы не представляете. Вот все здесь уже вот в этом вот розово-лиловом цвете внизу под ногами. Мы уже проехали 2 часа. Осталось еще, ну я не знаю, там полчасика, минут 40. И мы будем на месте. Сейчас, не торопясь, допьем кофе. И путь! В общем, мы добрались до санатория Горячий Ключ. Сейчас вот последние штрихи. Берем с собой технику и отправляемся в Дантово ущелье. В общем, мы идем, сидим куда-то в гору в гору. Пока что. Птицы поют, как чумотетьи. Такие вот ручейки здесь текут. Маленький мосточек. Начальный путь до Дантово ущелье оказался проще паренной репы и лежал прямиком через санаторий Горячий Ключ, знаменитый своим грязелечением, герудотерапией, минеральными водами и комфортным отдыхом. А вот дальше мы почему-то решили подняться вверх, где чуть не заплутались в бесконечных лестничных лабиринтах. По пути нам то и дело встречались всякие романтические ажурные беседки и мостики. Затем Андрей ускакал высоко на холмы, ну а я стала спускаться вниз, где к своей радости и обнаружила ущелье. В общем, здесь какие-то бесконечные подъемы и спуски. Внизу, кажется, уже начинаются ущелья. Я вижу какие-то ручьи между скал текут. Красота здесь неимоверная вокруг. Просто вообще очень красиво. Супер просто. Вон, видите чего? С моста. Такие виды открываются. Итак, друзья, мы приехали в Дантово ущелье. И находится оно в центре санатория «Горячий ключ». Правда, знакомство с ним у меня почему-то началось с конца, а не сначала. Но это уже детали. Первым на пути встретился ручей, который быстро бежал вниз по ущелью, настырно пробивая себе дорогу среди старых замшелых глыб. Загадку вызывает история возникновения этого ущелья, вокруг которого входит много легенд, домыслов и различных слухов. Все легенды, конечно, я вам не расскажу. Ну, разве что парочку. По одной из версий, кстати, самой популярной, это ущелье было вручную прорублено казаками вот в этой вот спальной толще. Это было сделано с целью лучшей вентиляции площадки вокруг госпиталя для офицеров, который строился возле горячего ключа. Трудно себе представить, рядом с какими тайнами мы ходим бок о бок. Ну, а по другой версии, здесь приложил руку не только человек, но и сама природа с помощью дождей, снегов и воды, прокладывая себе путь среди мягкого песчаника и образуя вот такое вот интересное ущелье. Внизу у Дантового ущелья протекает река Псекупс, а рядом находится еще и санаторий Дубрава. Вон, Андрюшка, появился, а то я тут одна по ущелью лазью. А еще выполняя роль экскурсовода. Правда, она плохо выходит. По сути, этот разлом ничем не отличается от других ущелий Адыгея или Краснодарского края, и его камни составляет мягкий песчаник. Загадку составляет сама история его происхождения. Вот такие вот глыбы у этого Дантового ущелья. Просто что-то невероятное. Ну и не обошлось без скальных надписей. Вот, например, Боря в 1971 году себя здесь увековечил. Никогда не понимала, в чем прикол выдалбливать свое бесколковое имя на вот таких вот прекрасных камнях и скалах уродовать эту природную красоту вековую. Гуляя по ущелью, мы вдруг испытали необыкновенный покой и умиротворение. Как хорошо, что мы приехали сюда очень рано, были совершенно одни. Кажется, будто камни и ручки здесь создают какую-то особую энергетику. Кстати, само ущелье небольшое. Оно всего 100 метров протяженностью. Ширина у него от 4 до 8 метров. Ну а высота где-то примерно 15 метров. Но это очень красивое и очень интересное место. Стоит его посетить. В скале, возле небольшого водопада, мы обнаружили странные выемки, будто бы специально выдолбленные для подъема в горы. По микроклимату здесь всегда сыро и промозгло, даже в хорошую погоду. Ну, так написано, по крайней мере, в источниках, хотя я могу с этим не согласиться, потому что мы сегодня приехали в очень теплый солнечный день, и никакой сырости и промозгости я здесь не ощущаю. Естественно, Андрюха тут же кинулся взбираться по ним, подобно горному козлу. Однако на деле это оказалось очень непросто. Горный козел из него получился так себе. Ну а я снова отправилась вниз, любоваться ущельем дальше. Ну что, пойдем дальше? Пойдем. В таком виде, в каком мы видим его сейчас, ущелье образовалось в 19 столетии. Но я чуть не забыла вам рассказать о самом главном, о его названии, которое кажется очень поэтическим. И не зря. Отгадайте, с чем, а вернее с кем, ассоциируется у вас слово Данково. Это же так просто. Ну а почему ущелье назвали Дантовым, я сейчас вам расскажу. Это было сделано в честь автора божественной комедии Агильери Дантеса. Потому что когда здесь спускаешься между вот этих промозглых, сырых и мрачных скальных стен, складывается ощущение, что ты спускаешься прямо в преисподнюю. Вот так-то. Местные жители без труда нашли сходство между произведением божественной комедии и реальным ущельем. Вход с ущельем они ассоциировали со спуском в ад, после чего идет восхождение на Бадзекскую гору, то есть в чистилище. А вознесение в рай – это возможность войти в Иверскую пещеру, которая расположилась у подножия горы. Все, как в божественной комедии, где Данте Агильери изображал странство и поэта по загробному миру. Смотри, вот эта вот лестница была выдолблена прямо в скале, по которой ты сейчас будешь спускаться, вручную. Представляешь, вот это вот, вот из этих монолитных скал выдолбливали лестницу. Это обалдеть можно просто. А вот и Андрушка, который словно вынырнул из чистилища в рай, с ужасом оглядываясь назад, будто он прошел все девять кругов ада. Кстати, раньше ущелье называлось Прохладным. Это уж потом его назвали Дантовым. Каменная лестница в нем имеет 49 ступеней, а вдоль Дантовой лестницы течет ручей Кличевой. Однако он не попадает в ущелье, а вместе с водами источника Святого Пантелеймона стекает в бетонный стоп. Преодолевая расстояние в 400 метров, эти два ручья в итоге впадают в реку Секупс. И действительно, как будто вход в преисподнюю. Ну, отсюда вот, да, веет немножко холодком. Вот из этого вот колодца, который образует вот эти вот скалы. Мы сейчас в них будем спускаться. Очень красивые пласты. И чем ниже я спускалась, тем больше ощущалась сырость и прохлада среди этих набивших над головой в них. К слову, Дантовой ущелью полностью оборудованы бы туристов. Здесь есть лестницы и перилы, удобные выступы и площадки, так что бродить по нему сможет даже ребенок. И это не идет ни в какое сравнение с нашими походами в такие природные дикие места, как, например, мешок или гранитный каньон. Очень ясно сейчас спускаюсь вот по таким вот вековым лестницам. Ну, тут вот русалка, она вот так вот возлежит вверх. И у нее вот отсюда, если смотреть, вот тут вот хвост. Ты на хвосту как раз стоишь такой, с ловняками. Только с этой стороны не видно. Я отдавлю хвост. Да. Расскажу-ка я вам историю. Когда-то, давным-давно, в этих местах жила злая ведьма по имени Данта. В своей злобе она решила погубить весь мир. И чтобы остановить ее, великим богиням пришлось очень постараться. Данта была уничтожена. Но когда ее прах развеялся по ветру, скала разбила молния, и оттуда потек кровавый поток. Открылись ворота в потусторонний мир, и души, не нашедшие покоя, поспешили в наш мир через это ущелье. Но богиня, Мересан, ценой своей жизни изменила чары колдунги. И на месте потока потекла целебная вода. А ворота в потусторонний мир были запечатаны часовно. Но все же, как только на землю спускается мгла, духи, успевшие выйти в наш мир, бродят по пещере. Так что по ночам здесь лучше не разгуливать. Вот такая страшная легенда. Но это всего лишь сказка. А на самом деле Дантово ущелье – одно из самых красивых и безопасных мест на земле, дарующие людям минеральные источники. Там, где есть выход воды, обязательно присутствует энергетически аномальная зона. Поэтому люди здесь чувствуют исключительно умиротворение. Воды мы испили в святом источнике, названном в честь целителя Пантелеймона. В источнике присутствует большая концентрация железа, поэтому вода в нем имеет специфический привкус. Зато, говорят, она обладает омолаживающими свойствами. И каждая кружка такой воды может омолодить аж на целый год. Что ж, проверим на себе. Ну, а вот это вот знаменитая церковь, которая выдолблена прямо в скале. Давайте подойдем и посмотрим поближе. Вот такой маленький храм. Это часовня. Это часовня в честь Иверской иконы Божьей Матери, а рядом Иверский источник. Иверская часовня была построена во второй половине XIX века, рядом с источником. Внутри часовни находится Иверская икона, обладающей, исцеляющей и животворящей силой. Каждую пятницу в 11 часов здесь проходят утренние службы. Мы сегодня вам показали Дантовое ищелье. Место очень красивое и живописное, несмотря на то, что оно небольшое. По своей протяженности всего 100 метров. Второй день хочу чебуреков, но ем почему-то хачапури. Не знаете, почему это происходит? Хачапури вино. Хачапури с сыром, опять же. И створный. Да. Но здесь они очень вкусные. Мы сейчас находимся в санатории Горячий ключ. Вышли из Дантового ущелья и вот перекусываем. В общем, мы поели хачапури, посмотрели Дантовое ущелье и возвращаемся обратно к машине. Единственное, что мы сегодня здесь не посмотрели, это скалу Петушок. Но, если честно, уже силу нас покинули, потому что мы уже 8 дней без пробудного лаза не по горам и ущельем себе устроили. И силы наши немножечко под конец путешествий иссякли. Мы решили вторую половину дня провести в Краснодаре. И если у нас останется хоть немного сил после того, как мы разместимся в отеле, мы сходим в парк Голицкого. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и жать на колокольчик, чтобы не пропустить обновления. И до новых встреч! В общем, мы остались очень довольны походом в Дантовое ущелье. Всем пока! И до новых волнующих встреч! Ваши Вихаревы. Субтитры подогнал «Симон»!